Режим записи. Итак, 343-я серия, Магадан-Владивосток, 35-й день пути, начинается необычно, нестандартно, а произошло вот что. У меня было намерение заехать в Хабаровск в светлое время суток, поэтому на ночь решил остановиться под Хабаровском, переночевать и стартовать. Увидел такую стоянку, подъехал, не успел заглушить двигатель, подбегает охранник и просит переставить автомобиль немного в сторону метров на 10. Ну, не вопрос. Это говорит, вернее, это охранник говорит, что должно подъехать начальство, ударение на последнюю букву. Я не понял, это или фамилия, или псевдоним, или название должности, но начальство так начальство. Я отъехал, встал. Через некоторое время подъезжают два автомобиля. Интересный номер на автомобиле джип. Я стрелкой показал этот автомобиль. Интересный номер. Интересное буквенное сочетание. Вор. Ну, вор так вор. Он же стал готовиться ко сну в автомобиле, как подбегает молодой человек и просит переставить автомобиль в другое место. Я говорю, пытаюсь объяснить, что я встал сюда, на то место, которое мне указал охранник. Что я заплатил деньги, что кругом грязь. Но молодой человек не слышал, он повторял, как заведенный. Переставьте, пожалуйста, автомобиль. Переставьте, пожалуйста, автомобиль. Я понял, что отдохнуть мне не дадут, уснуть не дадут. Поэтому стал крутиться по площадке. Там грязь, слякоть. Ветер сильный. Я особенно старался выбрать место, чтобы не было ветра. Потому что за ночь автомобиль выхолаживается, и можно было проснуться просто от холода. Но делать нечего. Уъезжать в Хабарск в тёмное время это не входило в мои планы. Вот по этой причине я немножко изменил. Немножко изменил видео. То есть посмотрите, как кручусь, верчусь по этой площадке. Выбираю где-то место. Настроение, конечно, было испорчено. Но очень недружелюбно, очень негостеприимно встречает меня Хабаровск. Но делать нечего. Вот, посмотрите. Стоит ли останавливаться на этой стоянке, если будете двигаться в сторону Хабаровска? Ну, думайте сами. Думайте сами. Никто мне деньги за стоянку не вернул. Кстати, повторю, что цена самая высокая из всего маршрута. То, что мне пришлось проехать. Подавляющее большинство стоянок бесплатное. Где-то берут деньги. Но здесь вот самая высокая цена. Повторю, что деньги мне никто не вернул. Ну, пусть этот начальство считает благотворительным актом с моей стороны. Пусть он будет счастлив. Ну, вот, в двух словах и всё. Я попытался объяснить. Ну, а дальше смотрите сами. Стоянка ночью какое-то время. Ну, недолго я стоял. Ну, а утром стартовал. Вот всё, что пока могу пояснить. Пишите в комментариях, что непонятно. Отвечу. Ну, что, сделаем пару снимочков, может быть, да? Да нет, я не буду в этом всё взиматься, а? Да ладно, немножечко. Один снимочек, как она тебя доит, и всё. Слышишь, я бандосом должен полляма долларов. Если я не узнаю, что меня можно доить, всё, мне капсдос. Я разделю. Ну, это же, Жанн, это же, ну, это же прикольно. Ну, хорошо, давай я тебя, типа, прикрою, и ты будешь, типа, а-ля бык, окей? Отлично. Лусян, твое вымя упирается мне в спину. Это не вымя. Это бычок пришёл. С 21-го года. Пошли встречать Новый Глаз. Ты чё это? Пошли, ты ж моя тёлочка. В следующем году желаем всем, у кого много детей, тишины, спокойствия и терпения. Всем семейным я желаю любить друг друга сердцем, а не любить друг друга мозги. А всем, кто ищет свою вторую половинку, найти её и спросить, где ты шлялся, зараза? Я тебя так ждала. С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Счастьем! Чем сильнее руки у тайской массажистки, тем выше вероятность, что это тайский массажист. Вот мужчина, судя по всему, была похожая ситуация. Вот теперь, друзья, представьте, одна из любимых зрителей дизель-шоу «Красотка» по фамилии Кадык получила новогодний подарок – сертификат на массаж. И тут же решила им воспользоваться. Смотрим. Алло, Мариночка. Да, с новостями заеду к вам сегодня. Промастирую-то забедренные. Да, 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 да. Я заеду в любое время, конечно. Я заеду в любое время, конечно, я заеду в любое время, конечно, я заеду в любое время. И на этаж выше. Здесь у нас массажный салон. О, так значит, не к вам. Вы же массаж делаете? Делаем, конечно. Но вам, может, лучше вначале в классическую хирургию? Черт! Черт! Дело в том, что мне на работе... Ах, уронили что-то на голову, и так удачнее. Нет, мне на работе... Ах, сделали вакцину, и так неудачно. Вы можете меня не перебивать, как это делают все на работе. Так вот, мне на работе подарили сертификат к Новому году, чтобы я сделала из своего тела, так сказать, королевну. Ах, вот эту девяностолетнюю английскую старушку. Я, конечно, не знаю, как можно еще улучшить совершенство, но одаренному коню, как говорится, под хвост не плюют. Сертификат подарочный в наш салон. Да. Фирменно прикололись. Почему сразу прикололись? О-о-о! Сто обмяк! Никогда не видел такой красоты! Бог миловал. Да, красота, страшная сила! Я даже не представлял себе раньше, на сколько. У меня сертификат. Да. На пять массажей. Жестко. Ну, если мне понравится, то я продлю и доплачу. Послушайте, хватит мне угрожать. Вы готовы? А, одну секундочку, 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 одну секундочку. Да, я готова. Ну, хорошо. Раздевайтесь. Раздеваться? Вот так прям сразу? А ты состряк? Не, не готова. Ну, я бы хотела вначале цветы, ухаживания. Давайте познакомимся. Сергей. Евросинья Кондратьевна Кадык. Я вижу. Что вы видите? Кадык. Больше, чем у меня. Это мне от папы досталось. От мамы-то, я смотрю, вообще ничего не досталось. Сказали, пожалуйста, а вы тут не будете? Раздеваться? Нет. Я доплатил. Раздевайтесь, пожалуйста. А можно всех посмотреть? Я бы хотела кого-нибудь по Аполлоне спить. У нас такой услуги нет. Есть только... Ну, если у вас такой скудный выбор на любителя, ну ладно, ладно, так и быть. Вы мне понравились. Да, а кто по гороскопу? Лев. Я не договорил, я все-таки больше рак. С раком? Раком у меня еще не было. Но будет. Вы собираетесь делать массаж или нет, женщина? А вообще-то у меня есть девушка. Ну, неудивительно. Вам вообще массаж когда-нибудь делают? В конец нам. Рельсы, рельсы. Спалы, спалы. В полке в поезде упала. Видите, Рельсы, спалы. Видите, Рельсы, спалы. Это полка? Нет, это я пиво на спар открывала. Люди по щели не открыли. Почему? Открыла глазом. Видите? Спекло. Ну, хорошо. Какой вы массаж желаете? Тайский? Спортивный? Расслабляющий? Эротический в цедырю руки. Мы такой не делаем. Тогда в шесть. Мы не делаем эротический массаж. О! О! Как это не делаете? Ну, просто вы... Вы вот когда увидите мое обназонное тело, вы себя не сдержите. Я уже в предвкушении. Да? Раздевайтесь, я с вами отвернусь. А вы будете подглядывать? Нет. Я доплачу. Раздевайтесь, что я там такого не видел? Ну, хорошо, хорошо. Просто поверьте, такого реально не видел. Ну, да ладно. Давай и так. Ты там возьмешь и, например, выключи свет. Чтобы было как-то романтичнее. Будь моей волей, я все глаза вообще выколол сейчас. Свет на всем районе выключу. Хорошо. Вот вам. Я отвернулся. О, музыка. Это хорошо. Я без музыки раздеваться не могу. 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 Секундочку! Секундочку! Я почти готова! Я почти готова! Скажите, пожалуйста! Секундочку! Всё! Скажите, пожалуйста! Скажите, а мне полностью раздеваться? Или вы будете маршировать какую-то отдельную часть? А вы как хотите? Ну я хочу вначале полностью, а потом отдельную! Не знаю, но может быть у вас что-то болит? Может быть что-то потянули себе? Ну... Скорее запустила! Одну мышицу! Надо её, так сказать, промять! В общем, мне нужен глубокий массаж! Но я предупреждаю! Я предупреждаю! Я буду кричать! Секундочку! Секундочку! Подпишись! Подпишись! Продолжение следует... 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 Что произошло вчера? Я подъехал, припарковался в свободное место, не успел разложить компьютер и прочее, чтобы перебрасывать видео. Подходит молодой человек, представился охранником и говорит, пожалуйста, переставьте автомобиль чуть ближе, чуть-чуть назад, под видеокамеру. Это, говорит, место нашего начальства, они должны подъехать. И начальство следуется, когда фирменное место занято. Ну, бог с ним, это местные правила, порядки. Люди живут в своем мире, своим законом. Ну, это для меня не проблема, хорошо. Я сдал метров двадцать назад. Разложил все необходимые. В общем, приготовился к переброске видео, снова подходит этот парень. У нас парковка, говорит, на ночь у вас, у нас парковка платная 150 рублей. Вот, честно говоря, мне это не в деньгах дело, немного покоробило, потому что я считал этот край, ну, немного, ну, такими алшами, что ли. Ладно, заплатил деньги. Начал перебрасывать видео. Переброску закончил. Убрал видеорегистраторы, компьютер, вот все эти дела. Так, начинается мост через реку Амур, вроде бы, если не ошибаюсь. Да, не знаю, на боковую камеру, может быть, нападет что-нибудь. В общем, Амур называют еще батюшка Амур. Вот, двигаемся по мосту через эту великую реку, реку, реку. Одноименное название федеральной трассы Амур. Еще не переехали. Ну, так вот, пока едем через реку Амур. Стал уже раскладывать постельные принадлежности. Подходит его напарник. И говорит, очень вежливо, аккуратно, без каких-то наездов. Пожалуйста, отберите машину в другое место. Я говорю, в чем дело ты мне с нашим напарником оставил? Пожалуйста, переставьте. Других слов не говорят. Пожалуйста, переставьте, очень прошу вас. Пожалуйста, переставьте, очень прошу вас. Я говорю, ну, там грязь в другом. Нет, там, говорит, можно выбрать сухие места. А до этого, до этого, я уже еще заканчивал переброску видео. Подъезжает два автомобиля. Один встал точно туда, где я стоял до этого. Второй вправо. Меня внимание привлек номер автомобиля не сами цифрой, а Боккиное сочетание. Боккиное сочетание такое. Гор. Гор. Я слышал где-то, что номера с такими сочетаниями вообще не выдаются. Такое сочетание, там еще другие сочетания, они не выдаются. Просто их нет в природе. Вот. А тут подъезжает автомобиль, гор, там какие-то цифры. После этого уже закончил переброску. Подходит этот второй охранник и просит переставить какое место. Я переставил. Сидел в машине. Готовился ко сну. Вот. Смотрю. На эту площадку приезжает еще один автомобиль. Пост ДПС. Ограничение 40. Через несколько минут выехал, стал искать место для того, чтобы припарковаться где-то в другом месте. В общем его тоже этот прогнали. Потом еще подъезжали два автомобиля. И их тоже туда не пустили. Но я понял так, что это местный царек. Вся эта база, территория, все эти постройки автомобилей принадлежат ему. То есть удельный князь. Вот теперь делайте выводы. Во-первых, я бы не рекомендовал больше заезжать вот кому бы то ни было на этот участок. Раз такое отношение у них. Чем не угодил мой автомобиль ему, я не знаю. Может быть его раздражал номер с московским регионом. Сказать не берусь. Ну вот такой забавный случай вчера имел место. то есть местная, как ее назвать так, братва, шпана, хозяева жизни, не знаю. Радар спину. Ограничение 60. Такое было первые со мной за многие годы. Вот сюда бы приехал я, вероя Мерлен. И не было бы проблем. Ну, информацию получил. И делюсь этой информацией с вами. Забавно, оскорбительно. Или еще как. Ну, такой факт имел место. Дважды прогоняли с места привала. Причем, когда первый раз он попросил переставить под видеокамеру, я спросил, я мешать никому не буду. Потому что по опыту знаю, что на многих постоянках есть так называемые постоянные клиенты, которые постоянно пользуются и как бы непривычные места есть. Поехали. Я видел, как... Радар, ограничение 60. Подъехал. Подъехали два автомобиля. Один на то место, где я до этого стоял. Второй... Сразу повернул направо и остановился. Вышла семейка. Компетти. Женщины. Ребята. Приедет начальство. Ну, надо плавитак начальник приехал. Вот такое вот впечатление оставил мне въезд в город Хабаровск. Подъехал. Продолжение следует. Подъехал. Продолжение следует. Сп acoustic. Подъехал. Такая специфичная территория. Подъехал. Хабаровск, имеете в виду Что тут Такое творится, как в Советском Союзе Я не стал поднимать спор Не стал требовать назад эти деньги Но нервы Они дороже Это город Хабаровск Яркое солнце С левой стороны в лицо Зачем яркое осадку Когда солнце слепит, по незнакомому городу очень трудно ездить. Не знаешь ни дороги, ни... Ни знаков, ни дороги, ничего не знаешь. Несколько плохая видимость. Продолжение следует... Ну а номер у него с буквами ВОР, это, по моему убеждению, это поддельный номер. Человек с комплексами неполноценности. Просто домочаться в его жаль. И зародует людей. Ни знаки. Продолжение следует... 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 Подавляющее большинство. Через 2 километра левый поворот, через 2,5 километра. Продолжение следует...